Тверская область, как известно, находится в числе лидеров по протяженности муниципальных дорог в Центральном федеральном округе. Всего это почти 19,5 тысяч километров. Поэтому современные улицы и шоссе – основа для роста экономики и развития региона, а также решения задач в социальной сфере. На очередном заседании правительства Верхней Волжи обозначили приоритеты в ремонте дорог на ближайшие пять лет. Подробности у Натальи Чегет. Ближайшие пять лет Тверской области планируется отремонтировать 900 километров трасс опорной сети. Также в порядок приведут более 42 километров дорог, ведущих к площадкам инвестпроектов. Отремонтируют более 236 социально значимых дорог и 285 километров туристических. Одно из направлений работы региональных властей – реализация крупных проектов. Западный мост – это новые объекты, которые добавлены, объездные дороги город Торжок и город Конаково. Соответственно, это из новых проектов у нас в летной магистрали проспект Туполева, улица Маяковского, Бежицкое шоссе и Санкт-Петербургское шоссе. Отметим, за прошедшие шесть лет в Тверской области обновлено порядка 2000 километров региональных и межмуниципальных дорог. В следующем году продолжится ремонт 19 объектов, на которых уже ведутся работы. В частности, это подъезд к промзоне Боровлева, трассы Торжок, Осташков, Тверь, Бежицк, Весьегонск, Устюжино. А также развитие транспортной доступности Ржева с мемориальным комплексом советскому солдату. Также мы продолжаем проект, который совместно со здравоохранением Тверской области Минтранс реализует. Это территории, которые прилегают к больницам в рамках больничных городков, центральных районных больниц, приведение в нормативное состояние. Туда попали все центральные районные больницы. Программа рассчитана на три года. Активнее будут ремонтировать и мосты. Только в ближайшие годы в области проведут работы более чем на полутора тысячах погонных метров сооружений. Помимо этого продолжаются работы по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, это установка комплексов фото-видео фиксации правонарушений и автоматических пунктов всегабаритного контроля.